Без жертв не обошлось. Все новогодние праздники МЧС работало в режиме повышенной готовности, но избежать крупных пожаров не удалось. В области произошло 71 возгорание. Горели частные дома и квартиры в многоэтажках. Погиб один человек и девять пострадало. В прошлые новогодние праздники эти цифры были еще хуже. Тогда на пожарах погибло пять человек, среди них были и дети. Самый серьезный пожар случился в ночь на 3 января. В населенном пункте Савикова Гусь-Хрустального района сгорелся частный жилой дом. Пятеро его жильцов, в том числе двое детей, покинули здание самостоятельно еще до приезда пожарных. Но все получили травмы. К приезду спасателей огонь уже охватил почти все здание в 60 квадратных метров. Позже на пожаре обнаружили погибшего мужчину 75-го года рождения. А последний случай возгорания произошел уже в первый рабочий день этого года. 9 января из-за пожара пришлось эвакуировать городскую больницу Гусь-Хрустального. Там, по некоторым сведениям, произошло короткое замыкание в рентген-кабинете. Поступило сообщение о загорании в подсобном помещении рентген-кабинета городской больницы города Гусь-Хрустального. К счастью, очень оперативно отреагировали наши подразделения. Площадь пожара составила всего 4 квадратных метра. Посетители эвакуировались самостоятельно. Это около 30 человек. Погибших, пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. Не обошлось в праздничные дни и без аварий. На дорогах области зарегистрировано 28 ДТП. В них 9 человек погибли и 47 получили различные травмы, в том числе трое детей. Все они были пассажирами транспортных средств. Примечательно, что лишь в трех авариях за рулем были нетрезвые водители. Еще 111 любителей погонять на машине под шофе были остановлены сотрудниками ГИБДД в результате рейдов. Аварий по сравнению с прошлыми новогодними праздниками было меньше, но они стали серьезнее. Самое крупное ДТП случилось уже в первый день Нового года. Люди погибли в Суздальском районе на автодороге Владимир Суздаль. Автодорога Владимир Суздаль. Водитель автомашины Hyundai Solaris совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем Volkswagen Golf. В результате этого происшествия два человека, которые находились в автомобиле Hyundai, погибли на месте. Медицинской помощи понадобилась водителю и двум пассажирам с автомашиной Golf. В том числе один из них ребенок 11 лет.